В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзин. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Чудом осталась жива. В центре Новосибирска лихачная иномарка на огромной скорости залетел на тротуар и сбил девушку. Слежка сверху. На областных трассах заметили беспилотники. И в дождь, и в снег. Дорожники рассказали, почему погодные условия не мешают им проводить ремонт проезжей части. В начале выпуска расскажем об аварии, которая произошла в Калининском районе Новосибирска. Восьмилетний мальчик угодил под колеса кроссовера. Юный нарушитель решил перебежать улицу в неположенном месте в нескольких метрах от зебры. Водитель аутлендера не смог вовремя остановиться перед ребенком, который внезапно оказался на проезжей части. Мальчика доставили в больницу. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло на улице Мичурина. Это в центре Новосибирска. Инцидент записала камера регистратора. Водитель пола собрался поворачивать налево. В это мгновение лихач на Мазде на большой скорости вылетел навстречку. Сначала он проторнил седан, затем наехал на тротуар и сбил девушку. Информации о состоянии пострадавшей пока нет. Кстати, с начала марта в силу вступили новые правила дорожного движения. Изменения коснулись любителей электросамокатов. Для них теперь действует строгое ограничение скорости – 25 км в час. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средств индивидуальной мобильности. К ним относятся транспортные средства, имеющие одно или несколько колес или роликов, которые предназначены для индивидуального передвижения с использованием двигателя. Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Граждане, которые их используют, по-прежнему приравниваются к пешеходам. Добавлю, что дети до 7 лет могут пользоваться СИМами только в сопровождении взрослых и кататься строго по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Подросткам с 14 лет разрешено передвигаться по правому краю проезжей части. Отмечу также, что на пешеходных дорожках и тротуарах приоритет остается за пешеходами. В небе над Новосибирской областью заметили беспилотники. Автомобилистов обеспокоили летательные аппараты неизвестного происхождения. Оказалось, что с помощью них инспекторы ГИБДД следят за безопасностью на трассах. Дроны, оснащенные камерами, курсируют над областными дорогами. Видео в режиме онлайн отсматривают полицейские и, если замечают нарушение ПДД, то оперативно передают информацию экипажу ДПС, который дежурит неподалеку. Патрульные останавливают лихачей и в качестве доказательств проступков предъявляют видеозапись. От штрафа отвертеться не получится. Чаще всего таким образом выявляют выезд на встречку в местах, где это запрещено. Сотрудники региональной госавтоинспекции подвели итоги практических мероприятий трасса, которые проводились в Новосибирской области накануне. По итогам первого месяца текущего года на дорогах Новосибирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу трещиного движения, в которых погибли 12 человек и 56 получили различные травмы. За время проведения мероприятия было выявлено 19 нарушений правил дорожного движения. К другим темам. Сегодня ночью на Димитровском мосту начали ямочный ремонт. Завершить работы планируют уже к концу недели. Дорожники уверены, асфальтобетонные заплатки продержатся долго. Ведь их укладывают по инновационной технологии, которая позволяет проводить ремонт при любой погоде. Что касается технологий, то да, фрезерованные карты, которые были сделаны для укладки литых асфальтов, они дорабатываются вакуумным экскаватором-пылесосом. Из них удаляется влага и оставшийся скол, который непосредственно извлекается из подготовленной карты. И уже после этого этапа подходит кохер с приготовленным литым асфальтом. Это вы видели вот эти маленькие мини-асфальтные заводы на грузовых шасси. И непосредственно размещает объем литого асфальта в подготовленную карту, где посредством уже швабрения, нивелируется основной слой и набирает прочность. Начал отмечать наступление пятницы еще в четверг и обеспечил себе переезд в поселок. 38-летний житель Берска попался инспектором ДПС пьяным. При проверке документов выяснилось, что мужчина уже был замечен за подобным проступком. Суд назначил берчанину один год семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также автолюбителю запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года и шесть месяцев. Причем эта часть приговора начнет действовать только когда осужденный выйдет на свободу. Добавлю, что если вы решили сесть за руль в нетрезвом виде, то рискуете, помимо тюремного наказания, лишиться автомобиля. Теперь транспорт злостных нарушителей конфискует в пользу государства. Кроме того, есть вероятность стать героем сюжета нашей программы. Ведь на этих выходных в мегаполисе пройдет рейд «нетрезвый водитель». И о его итогах мы обязательно расскажем в понедельник. Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение данной статьи водители могут привлечь к уголовной ответственности по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет, с лишением права управления автомобилем до трех лет. А в завершении программы рубрика «Две беды». Это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов. Продолжение следует... На этом пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на WhatsApp-редакции. Номер 8-983-510-2005. А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.